Всех приветствую на своем канале. Был у меня запрос в инстаграм, в личных сообщениях насчет моих украшений. У меня уже есть видео в количестве трех штук, в трех частях, под названием «Моя ювелирная бижутерия». На самом деле там очень много в обзоре, в обзорах, во всех трех частях. Куча просто серебра, всякого родного, браслет, цепочки, сережки, кольца, колец, вообще, по-моему, штук 20, не больше. И несколько там золотых еще вещей. Помимо прочего. Потому что бижутерию, в принципе, я не люблю. Сама не покупаю. И если только кто там что-то дарит. И обозвала ее тогда ювелирной бижутерии, просто чтобы как-то вписаться в запрос, который тогда был, что надо было обозреть свою бижутерию. Это будет просто про украшения. Я исключила... Ну, человек как бы выразил недовольство. Я решила, что человек согласился. Исключила из этого обзора, который сейчас был делать, все серебряные практически украшения. Не будет никаких там колец, цепочек, сережек, браслетов и золотого тому подобного. Ну, правда, на руке вот сейчас у меня золотое кольцо с рубином. И да, вот эти браслеты, которые я сейчас практически постоянно ношу. Раньше он у меня был на левой руке. Четыре года носился, пока там колечко одно не сломалось. Причем вот здесь сделали мне там за 100 рублей в нашей лимонтной ювелирной мастерской. И я уже одела на эту руку. Что бы он еще и здесь повисел? Непривычно сначала, конечно, было тут у меня 11 камней. Это пианиты и 3 граната. Серебряный браслет дарила мне родня на мои 30 лет. Так, и на 30-летие, скажем так. А это еще просто серебряный браслет. Я уже не помню, как сама мамина подруга дарила мне или на 11 класс, на выпускной, или на 9 класс. Ну и да, тут вот сова на серебряной цепочке с фианитовой, с не, с цирконевой мыем, с глазами из циркония, скажем так, серебряная. И вот тоже тогда мне дарили родственники деньги на день рождения и сказали, что-то путное купить. Я купила как раз сову, все были довольны. Цепочка уже отдельно была. И сейчас вот в таком вот у меня сундучке, вообще в нем был чай. Кажется, пуэр. Кажется, мне этот сундучок дарила Юлька. Ну и там, да, вот она дарила мне этот сундучок, он был пуэр. Там у меня одно время лежал чай, сейчас у меня уже несколько лет лежат всякие такие типа украшения. Ой. Вот. И я, конечно, отсюда, у меня капутно здесь еще лежит обычно серебро, но я его как бы извлекла. Тут у меня, я не очень уверена в целости оно или сохранности, потому что, насколько помню, что у меня из бисера есть украшения, есть отдельное видео. Бисер, кажется, в плейлисте Ivo Forever обзоры. И так, по-моему, так и называется просто бисер. Я думаю, там, наверное, как-то нужно по поиску, если кому интересно, на канале поискать, забить слово бисер, и, наверное, там он найдется. В общем, есть у меня вот такое вот. Даже в каком-то видео я одевала после воплей подписчиков, что, типа, вот, зачем я ношу всякую фигню, но не одеваю что-то вот такое. В общем, вот у меня такое украшение. Иногда, иногда, очень редко про него вспоминаю. Вообще, я заметила, что последние где-то полгода я как-то очень редко ношу даже кольца, а кольца я очень люблю. 15,5 у меня размер, так-то. Я помню, раньше из каждых поездок, куда бы я ни ездила, всегда привозила какое-нибудь украшение. Чаще всего кольца серебряные украшения, именно серебро. Есть у меня водолейчик серебряный, привезла я его тогда из Сталина. Ну, в общем, много у меня таких вот украшений откуда-то привезенных. И что-то я как-то перестала тут носить, их не знаю, с чем связано вообще. А не, оно живое. В общем, вот, тоже какое-то время носила, но что-то как-то забыла. Че у меня тут брошка есть, бисерная. Это все, конечно, времен, не знаю, 9-15 лет. Дальше я иногда плела из бисера, но уже как-то меньше. У меня иногда бывает желание что-то поплести. Кто-то у меня когда-то что-то просил, у меня подружка Ксюшка просила ей сплести какую-то феньку, но каждый раз, когда я начинала делать браслет, она стабильно говорила то цвет не такой, то еще что-то. Ну, в общем, как оно и застопорилось. А вот еще такое, типа как ожерелье из... что-то по типу стекляруса, такое, рисинки такие, мелкие бусины под жемчуг. И еще один брошк с пяточком из стекляруса. Думаю, что это вполне себе украшение. Я часы-то взяла телефон, а время-то не заметила. Так, у меня есть вот такой замечательный браслет с бирюзой, тканевыми такими ремешками и металлической, наверное, медной все же фурнитурой. Это мне прислала ей, по-моему, первой поменяшки Настя Зарецкая. Если кому интересно, кто такая, ссылка на ее канал есть на... Вот так, кстати, завязывается. Потянул за веревочку и дверь открылась. Ссылка на ее канал есть на странице канала в квадратике таком, точнее, прямоугольничке даже. В общем, в разделе интересных людей. Проходите на ее канал, подписывайтесь. Она любит обмен посылками. Так что, если кому вдруг захочется обменяться и не знаете с кем, то пишите Насте. Так, вот у меня есть... Кто это у нас? Малахид. Малахиджа, да? Что-то я мельхиором подумала. Малахидовые бусы. Вообще был такой набор. Там были сережки. Я вот не помню. У меня на ушах, по-моему, одна сережка вот как раз с малахидом серебряная. В общем, сережки, колечко серебряное с малахидом мелкое. И вот такие бусы. Это еще... Вообще бусы моей маман. У меня были чисто сережки и колечко. Мы покупали как-то с ней на личные типа деньги в складчину такой набор. Но я иногда его ношу. Так. У меня есть вот такие бусы. Это янтарь. Вообще, это был браслет, который маман переделала уже вот в такое ожерелье. У меня есть вот такой браслет. По-моему, я его сама покупала на какой-то... То ли когда-то я сдала какой-то... Ну, в общем, когда училась петь, я сдала какой-то экзамен или что-то в этом роде, решила, что мне меня надо порадовать. Зазвала в магазин и решила, что мне понравится, то и куплю. В общем, купила вот такой браслет. Янтарный. Я вообще очень люблю янтарь. Я люблю янтарь. Жемчуг я люблю. Два любимых, наверное, таких камня. И вот, кстати, вспомнила. У меня был запрос как-то от Натальи из Германии. Не знаю, почему она уже на меня не подписана и может даже не смотрит. Насчет моего шунгида, что я о нем знаю и тому подобное. У меня где-то так блокнотики записаны. Я иногда тыркаюсь на этот блокнотик, где вот там эти запросы пишут ваши. И иногда о, забыла такой-то надо обозреть. Ой, извиняюсь, одеваю. В общем, это у меня бусы или ожерелье. Еще есть серебряное кольцо с таким же камнем. Из шунгита как отлучить натуральный шунгит от подделки, если подержать немножко в руках вот этот, покрутить камушек там или что-то такое. В общем, шунгитик, если вы чувствуете такую слегка маслянистость на пальцах, то это вот настоящий шунгит. Если нет, то значит, вам подсунули подделку. Это нам в свое время объяснил. Я в Карелии покупала, когда была впервые в 2012 году с Ярубл Турс экскурсий. И на... Вот это я покупала, кажется, на Марцин... какие-то там воды есть, забыла опять название. В общем, на этих самых водах. О, тут одна бусинка крупнее, я только сейчас поняла. Заметила. Зачем, как-то так бусинка помелче, бусинка покрупнее. Где-то ближе к середине такой как бы рисунок идет такой бусинковый. Скажем так. В общем, там мужичок такой, дедушка, продавал шунгит, он нам объяснил, что и как. Я помню, тогда на сувениры грохнуло 7 тысяч. У меня знакомый программест был из Петра Заводска, но вообще из Кондопоги. Он сказал, блин, знал бы, что ты там вот это столько захочешь всего-то, а именно шунгита. Я бы тебе знакомого там типа подешевле нашел. Ну, как-то так. В общем, это тогда у меня были как-то приоритеты, что надо куда-то едешь, надо дофига денег кинуть и куча сувениров, потом уже меньше сувениров покупаешь и вообще уже склонять к тому мнению, что если ехать куда-то, то надо взять изначально пару экскурсий, а дальше уже ходить куда-нибудь самой, чтобы увидеть там что-то и просто не всегда на экскурсиях успеваешь все услышать. Это я уже делала сама, это у меня был браслет в три ряда или в четыре, уж не помню, и жемчуга, и еще просто жемчужинки от каких-то бус, оставшихся от речного жемчуга, и еще несколько жемчужинок было, а уж не помню, от каких-то подвесок еще, от Ифрашета мы раньше присылали им подарок за заказ, такие вот реально жемчуг культивированный там или не знаю, речной, ну в общем нормальный натуральный жемчуг, и у меня тогда браслетик порвался, и я очень так переживала, у меня так остроило, в результате я вот сделала себе вот такой браслет на запорчиках, и ношу его периодически, когда вспоминаю. вот это я покупала в Петрозаводске, во второй свой приезд, не поверите, на автовокзале, перед тем, как поехать, кажется, в Медвежьегорск, мы тогда с моей тогдашней знакомой девчонкой ездили, ну по моей программе, там все выбирала, что и как, и в общем, она увидела какую-то распродажу бус из вот этих поделочных камней натуральных по 150 рублей, как сейчас вспомню, а у нас точно такое же на тропе туристической, тут там называется, продавалось что-то чуть ли не по полторы-три тысячи, в общем, я не помню, что это, это какое-то там стекло с голубыми камушками, вот такие вот у меня бусы, я их чаще всего нашел как браслет на руке, вот так, возможно, даже если полазать по странице ВКонтакте, страница не канала, а меня, ссылка на которую есть, и если не в инфобоксе, то на самом канале, если даже нет, то вы можете просто ткнуться на ссылку в инфобоксе на страницу канала, и будет там уже в самом этой странице канала ссылка на меня ВКонтакте, так, что-то снять уже и не могу, но, короче, есть где-то фотка, где вот я с этими бусами на руке, короче, есть у меня вот такая подвеска от подписчицы Натальи из города Кимри, если ничего не путаю, но, по-моему, от нее тут такая лошадка со стразиками, или не стразик, не знаю, это, может быть, это фианиты с черненьким таким глазиком, вот она. Так, есть у меня шнурочек такой замшевый, а на нем вот такая подвеска, это из пластики делала моя подружка Ксюшка, вообще, это у нас осьминог, люблю осьминогов, есть осьминогов люблю, его носить осьминогов люблю, и она его забраковала, я пришла к ней и говорю, у меня он так нравится, я говорю, если будешь носить, то отдам, и я его носила в то время, то он у меня лежит. Это я покупала тоже в Петрозаводске, но у них было три ниточки, одну я распустила, потому что у нас в команде была девочка, но она сейчас до сих пор есть, она там что-то собиралась сделать, и мы с ней тогда разговаривали с лички, что ей надо как бы камней всяких бирюзовых, а я решила, что думаю, мне в принципе не обедняет ли одну ниточку распущу, и я тоже в основном его носила как браслет на руке. ну и пару раз одевала чисто вот именно по назначению как бусы. Может, конечно, зря я сделала, что ее распустила, судьба к тому, что мне, в принципе, этих бусин неизвестно, но как бы распустила и распустила, в принципе, тут не скажешь, что их было изначально три, вот такое вот. так, у меня есть необработанный этот самый, как он там, янтарь, это еще мамины бусы, но я еще при маме помню, их сама носила. По-моему, я их носила, ношу исключительно как бусы, возможно, пару раз, может, одевала на руку, ты не знаешь. У меня есть вот такие вот, это еще мамину, это жемчужное такое, наверное, жерелье, вот как раз, по-моему, длиннее было, она его укорачивала и вот из тех бусинок, которые остались, в смысле, жемчужинок, я как раз часть их вплела в свой браслет. У меня есть. Покупала, кажется, это, да, вот с первого моего приезда в Карелье я покупала эта корейская береза на ремешке. Я, помнится, такую же привозила Женьке еще. Женька, которая росла берега, с которой мы уже не общаемся. у меня тут есть это, все, у меня где-то была такая ракушка с подвеской, но я не помню, где она, я шла сейчас только одну. В эту я уже сама делала дырку, что-то даже в нее вставляла и носила ее еще на себе. У меня есть вот такая замечательная брошка. Ой, один камушек, наверное, где-то в этой коробочке валяется. Потому что как-то в общем, выпал у меня тут два синих, было четыре синих камушка и несколько голубых. Вот такая вот медная, раритетная брошка. Камушек, наверное, где-то здесь. Надо будет потом посмотреть, потому что, в принципе, я ее не доставала ниоткуда, а может, когда здесь одно, другое обдалбливалось и выпал. У меня есть нитка этого самого гранатовых, гранатовые бусы такие нитки. Короче, я их тоже покупала в Петрозаводске как раз вот, когда вот это вот, бирюзу и вот эти вот в 2013 году. У меня есть вот такая еще брошка. По-моему, еще бабусина. Советский Союз. Как она там? Винтажная брошка, да, называется. У меня есть вот такая подвеска. Тоже одно время носила этот глаз. Одно время мне очень хотелось такой. Я уже не помню, где я ее покупала, вот когда. Ну, может, лет 18 я ее покупала вот такой глаз. Со всех первых глаз. Это еще вот, когда мне лет 15 было, у меня есть такой вот черепашка из кошачьего глаза. тут же, конечно, носила ее, иногда, наверное, тоже было носить. У меня есть дельфинчик из лунного камня, вообще, мне очень нравился, нравится лунный камень. И этот дельфинчик у меня сохранился, у меня был еще другой дельфинчик, такой, шарик из лунного камня, его гибает дельфинчик из какого-то металла, но у меня тогда выпросила девчонка, которой мы тогда общались, и она коллекционировала дельфинов, мы с ней поменялись, она мне обезьянку какую-то маленькую подарила. А я ей это самое. У меня есть вот такое кольцо от Насти Зарецкой, бижутерия, с кучей таких камней, может быть, это стекла, может быть, это эти, какие-нибудь там фианиты. Я даже носила его, но у меня тут слегка даже потемнело. по-моему, это просто бижутерия, но красивая. Совершенно забыла, у меня вот в этой сейчас коробочке лежат бусики от Натальи из Германии, я просто тупо не помню ник, но у меня ссылка на нее есть в разделе интересные люди, Наталья из Чарли, как-то так. Я их одно время очень долго носила, потом положила в коробочку и забыла, куда делать. оказалось в коробочке тут разбирался, вот нашла. В общем, это бижутерия, конечно, тут, ну, как бы такая под золото цепочка и такие красные камушки. Вообще, такие осенние, мне кажется, бусики и меня тут слегка запутались. Думаю, можно их потом распутать. Так, у меня есть это от Ифраши мне приходила, я забыла, как камень называется, там, такой, ленточки оно было, еще шарфик оранжевый, кому-то шарфик оранжевый я подарила. В общем, очень знакомое название камень на языке крутится, но не могу точно определить, что. В общем, если вы знаете, то напишите мне в камень, так, что это такое. Большой такой камень. У меня есть самый первый мой лунный камень, кружочек. Я тогда что-то культивировала, что круг это центр абсолюта, или что-то в этом роде. У нас была такая компания, мальчик, гадающий на картах, я и еще одна девчонка. Ну, и там, это основной кусок компании, был еще кто-то, но чисто помню только меня и еще двух. Лунный камень, я его таскала, я в школу с ним ходила, в цепочке, в общем-то. У меня тут осталась единственная нераздолбанная подвеска от Грин Мамы, и вот той же девчонке я отсылала как раз кучу камушков от Грин Мамы, я там раздерябивала, ну, я, конечно, потом пожалела, потому что мне ни ответа, ни привета не пришло, на то, что мы там договаривались, она там привела какие-то эти круг этот ловец снов, что ли, ну, как-то я не напоминаю, когда про меня забывают, мне тупо неудобно, не знаю я. Конечно, я потом пожалела, что так и распустила это все, но с другой стороны, а что бы они лежали такой горстью этих подвески, вот у меня одна осталась, она у меня была как раз на красной такой фигне с колокольчиками, китайский колокольчик, он у меня как раз уже раздолбался, рядом с красным ковром, на ранних видео, возможно, его было видно в камеру. В общем, и на нем как раз я тогда, помню, повесила эту подвеску и забыла. Тут деревянные бусинки, синяя какая-то бусинка, они делали эти подвески с подделочных камней, тут этот кошачий глаз, и вот у меня уже от старости лет бусинка одна отвалилась, разломалась деревянная. В общем, вот такая вот подвеска, у меня на одной флешке было у родственничков, ну, флешка живая, подвеска, как мне сказали, развалилась. У меня есть еще вот такая вот подвеска, это еще мне дарила Заремка давно, еще в детстве, тут у них какой-то родственник, это дело я даже не знаю как, а там, тут, в общем, цветок в каком-то таком стекле розовом, и это розочка такая, в общем, у меня тут есть заколка, чем не украшение, вообще не помню откуда эта заколка, у меня есть вот такой камень, подвеска отдала мне его все время Женька, та самая Женька, с которой мы уже не общаемся, с кэшом так разошлись в интересах, я там уже это не против, но я думаю ее не устроит теперешняя я, там, у меня тут есть какая-то такая еще подвеска, с этими самыми фианитами, и под алмазную огранку такая сделанная, в общем, у меня было несколько колец серебряных, есть несколько серебряных колец, алмазные огранки, ну, кто не представляет, загуглите, но вот такое вот, волнистое, кажется, все-таки правильно я бы назвала, но, в общем, раньше мне очень нравилось, я тогда все покупала именно такие кольца с таким вот орнаментом, рисунком или гравировкой, не знаю, как его назвать, у меня есть вот такая замечательная, под золотом, с жемчужинками и голубой какой-то бусинкой, заколочка, это еще моей маман-заколочка, это вообще, наверное, винтаж-винтажный, раньше, кстати, не могла понять, что такое винтаж, у меня есть вот такой вот горный хрусталь, вообще, был еще шнурочек кожаный, но куда-то он у меня задавна сферед делся, я его одно время очень носила, этот горный хрусталь, это тоже времен этого шарика, в смысле лунного камня, вот этого плоского, со школы еще, у меня есть замечательная брошка от Дины, я вот не помню чисто о них, Дина Динча, Дина, в общем, Дина художница из Тюмени, я постараюсь ссылку на ее канал делать, если не под видео, то в интересных людях, потому что я тут ладовала как-то по каналу, и на нее натыкалась, на ее канал, в общем, брошка, кажется, она тоже из этой пластики делала, вообще, она мне помню тогда кучу всего присылала, но у меня некоторые люди половину выпросили, а я тогда как бы считала того человека типа офигеть лучший друг, поэтому как бы, ну, неудобно было отказать, в общем, у меня вот такая брошка осталась, все-таки у меня, еще у меня осталась заколочка, но еще у меня обезьянки остались, обезьянок у меня никто не выпрашивал, потому что кроме меня, по-моему, обезьянок коллекционируют только я, я люблю обезьянок, по крайней мере, мне еще не встречались люди, которые так же любят обезьянок, как я. В общем, вот такая замечательная заколочка, я в ней в некоторых видео есть, я ее периодически пользую, она, конечно, немножко тяжеловата для моих тонких этих волос, моих волос, потому что мои волосы вообще как-то все заколки не очень долго воспринимают, они так медленно потом сползают по волосам, а слушайте, вот еще есть это, правда, колечко, по-моему, от чего-то другого, туда семечко провалилось, прикольно, короче, вот та самая ракушка, я сегодня перетраховала этот сундучок и не могла ее найти, а она, оказывается, там совсем куда-то закатилась, у меня есть еще один вот шнурочек, наверное, на котором там сейчас висит этот Ксюшкин осьминожек, вот такая вот подвесочка, сначала думала, что это чертик, потом я сейчас подумала, что это на ракушках, тоже из пластики, такая вот интересная, чем-то такую наскальную живопись напоминает, у меня есть пентаграмма, я ее тоже одно время носила, у меня вообще было несколько пентаграмм, одну пентаграмму все мне их дарила, в основном одна девчонка, мы с ней тогда общались, Тейон, есть раннее видео, вот там, где я на пианино играю, вот как раз она снимала, даже смерть может быть где-то ее фоном слышится, в общем, была такая пентаграмма, я ее плетала бисером, ей показала и хотела ее до конца доделать, но в результате она забрала себе как на память и провалилась в никуда, я считаю, что мы, наверное, тогда разошлись в интересах, я думала, что мы с ней суперподруги, а она так не считала, как выяснилось, в общем, есть у меня вот пентаграмма, еще есть пентаграмма, две пентаграммы, значит, у меня есть кольцо из медицинской стали, мне его подарила одна девочка из серии вот этих вот, скажем так, ЛГБТ, так как она была слегка толще меня в объемах, и это кольцо она носила, она меня увила, почему-то ей очень понравилась, она была общая знакомая еще к тому же, один день вообще ее видела, она мне потом еще подарок на день рождения послала, через нашу общую знакомую, прикольно так было, короче, еще у меня она была подвеска серебряная с этим, с морским коньком на телефоне, но она мне потерялась, очень жалко так, короче, вот это вот кольцо, оно ей было нормально, а мне приходилось его, в общем, она мне на этот палец и то велико, но красивая очень, тут такой рисунок, я ношу его, у меня есть брошка с ласточкой, у меня есть брошка с попугайчиком, у меня есть сердце из пластики, есть, по-моему, даже короткий видос в Рибинске, я выступала на дне города и читаю этот стишок, на мне как раз одето именно это сердце из пластики, по-моему, четверостишек какое-то, вот сердце из пластики, это забраковала Ксюха, и я у нее это забрала, оно мне очень нравится, такое, под джинсу сердце из пластики, кому интересно, можете загуглить, там, четыре строчки, я его не очень помню, у меня есть подвеска в виде крысы, это когда, мне, наверное, лет 12 было, как раз был этот год мышки, я, типа, я как бы в год мышки родилась, ну, и нам тогда покупала родня, вот, мне такую-то подвеску, там, с сестрам еще какую-то, по годам, у меня тут еще заколочка есть, по-моему, на ней черта было, какое-то украшение, но украшения уже нет, у меня есть стрекоза, вообще, у меня есть еще два, три браслета, по-моему, со стрекозами, и кольцо со стрекозой, еще две подвески со стрекозами, серебряные, по-моему, две, если никто вторую не выпросил, потому что, у меня часто так бывает, что люди выпрашивают, обещают что-нибудь подарить в ответ, и с концами сваливают, она медная, и с этой самой, с бирюзовым камушком, и с пионитовыми глазами, это я еще на Light in the Box заказывала, когда первые шмотки там заказывала, вот такая, Ален, как когда у меня увидела, сказала, что ты не носишь, вот я думаю, что я не ношу, есть вот такая вот брошечка маленькая, на самом деле, внизу еще была такая подвеска в виде маленькой бутылки виноградного вина, еще в детстве у меня когда-то кто-то ее скоммунизил, оставил, бутылку скоммунизили, а вот эту виноградную веточку оставили, у меня есть еще какая-то малюсенькая подвесочка, с пионитиком, колечко я уже потеряла, ну может там можно какое-нибудь другое приделать, так, а вот колечко-то, камушка-то что-то от этой вот брошечки-то что-то и не матут, не знаю где, может совсем, жалко, если совсем потерялся, у меня тут даже лежит монетка какая-то, F, F, E, N, N, G, 1967 год, фининг какой-то, республика, по ходу дела республика Германия, демократическая, в каком году стена между, в Берлине рухнула, не помните, в общем, если это 67-го года, то, после 67-го года, в смысле, то это по ходу дела того момента монетка, так, что-то у меня тут упало, а нет, так, что-то, это просто фигня какая-то мне попалась в чае, на мне так и лежит, тут этот топорчик такой, на веревочке, и еще у меня есть вот такие бусики из замшевой, на замшевом шнурочке с темным этим янтарем, хотела сказать, жемчугом, это делала моя маман, и с серебряными вот этими, на чем оно держится, тоже очень много времени часто носила, иногда одеваю, в общем, вот такие у меня украшения, я надеюсь, вам было интересно, всем спасибо за просмотр, ну и до новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok